Музыка Каждый год в этот день легендарного директора одного из сильнейших машиностроительных предприятий Мурома вспоминают именно в детской музыкальной школе номер 3. Она была построена Николаем Григорьевичем и с гордостью носит имела Врентьева. На праздничном концерте в его честь выступают самые талантливые дети. А играли бедной волью, без любви и счастья, пусть речали славой далию. В музыкальной школе уже больше полвека, но каждый ученик знает, кому он обязан ее появлением. Благодаря Николаю Григорьевичу Лаврентьеву около двух тысяч детей нашего дорогого города получили музыкальное образование. Благодаря тому, что школу построил Николай Григорьевич Лаврентьев, его завод, его замечательные рабочие и служащие. Мы благодарны, всегда благодарны и в памяти мы всегда храним имя Николая Григорьевича Лаврентьева. Он приходил в школу много-много раз и мы все по стойке смирно его встречали, волновались, когда он приходил, радовались. Вот такой был человек замечательный. Девиз «Все остается людям» отражал всю жизнь характер легендарного директора. За 26 лет, которые Николай Григорьевич находился у руля завода имени Орджоникидзе, предприятие вошло в число лучших в отрасли. Наряду с заводом расцветала и социальная сфера. Рабочие и служащие получали благоустроенные квартиры в новых домах. Николай Григорьевич оставил о себе самую светлую память. Он был прекрасный человек, прекрасный руководитель, прекрасно содержал весь завод и помогал заводу, помогал всему городу. Мой муж работал начальником строительного цеха. И вот что у нас тройка была в городе, это, наверное, процентов 70 принадлежат заводу Орджоникидзе Николая Григорьевича Лаврентьева. Николай Григорьевич обустроил весь заводской микрорайон, а это чуть ли не полгорода. Именно в то время были построены детская музыкальная школа номер 3, дворец спорта АК, центр Орленок, медицинский центр с бассейном, сауной и невиданными ранее для города процедурами. В перечне его дел турбаза и лагерь на берегу озера Свято, площадь Победы и парк Зио ныне молодежный. Поразительно, но при таких нагрузках руководителя Лаврентьев оставался добрым и чутким человеком. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.